Добрый день! У нас сегодня новый ролик, необычный в этот раз. Как правильно, легко запомнить игральные карты, лагерные для игры в 21, The Birds и прочие игры. Мы посмотрим с вами, как правильно их, легко считать и правильно запомнить. Итак, начинаем. Начинаем с пики, как в преференсном формате, пика от Рейфа Бубна-Черва. Мне так проще будет объяснять. Пика. Сначала мы видим колоду. Я сразу оговорюсь, что было людям, новичкам проще смотреть. Тут колода подписанная, то есть подписаны значения карт. Ну, как это сейчас в интернете называют, это вольная колода. Значит, она идёт с шестёрки до туза. Ну, по всей видимости, это кто-то делал под заказ. Я просто, то, что я смог в интернете найти качественные более-менее фото, вообще колода, она без шестёрок. От семёрки до туза 32 карты должно быть. Да вот, для игры, там, Терц, Деберц, этот самый, там, и так далее. Ну, преференс, это другие уже игры, там, преференс, Кинг и так далее. Вот. Ну, в принципе, значит, вот так вот она выглядит. Это, если она будет без вот этих вот написанных значений, там, 6, 7, 8, 9, 10, вольная, дама, король туз, будет сложнее понимать новичкам. Но, в чём смысл нашего видео? Сейчас я вам объясню, как это просто запомнить. Значит, вот я нарисовал, значит, разделение линиями. Как вы мысленно, чтобы легко запомнить, должны увидеть, как это делить. Значит, начинаем с туза. Вот, допустим, мы играем в какую-то игру, вот запомнить, ну, вот я запоминал по игре, допустим, в Деберц. Значит, и сразу понять, что такое вот штамп. Штамп вырезанный, допустим, там, из картона или, там, из какого-то подручного материала, там, плёнки флюорографической, или чего-то вырезанный штамп, через который, вот, трафаретом, трафарет бьют, карты эти разрисовывают. Значит, туз. У нас идёт один штамп. Я нарисовал прям стрелочку, чтобы было видно. Вот. Дальше мы начинаем. Валет. Валет. Значит, мы делим карту мысленно на две половинки, но делим её не горизонтально, а наискосок. Вот я нарисовал специально. И у нас получается два штампа с одной стороны, два штампа с другой стороны. Если кто играет, допустим, в такую игру, как Деберц, такая игра, как 21, там ещё какие-то, возможно, игры. Ну, самое такое простое. Два очка валет. То есть это легко запомнить. Два штампа, два очка. Точно так же, как карта сверху, карта снизу. Вот. Дама. Мы видим, опять делим мысленно наискосок. У нас уже три штампа. То есть три очка. Дама у нас. С одной стороны три. С другой стороны три. Запомнили. Дальше у нас следующий король. Четыре очка. Тут вертикально вот, значит, горизонтально прочерченная линия. Вертикально две зеркальные, такой можно запомнить, как цветочек, грубо говоря. Так вот, чисто зрительно. Четыре очка король, значит. Четыре штампа. Четыре очка король, допустим, при игре в Деберц. Дальше начинаем смотреть то, что немножко более сложно запомнить. Ну, мне лично было, по крайней мере, так. Допустим, берем карта, пусть будет. Ну, шестерка, ладно, там. Многие сейчас мне скажут, напишут, что она не используется. Ну, уже ладно, на этих фото она есть. Вот. Значит, берется два штампа, и один накладывается на другой. Для экономии времени, места, там, не знаю, краски. Ну, у меня есть такая вообще версия, что, может быть, это еще для того, чтобы новичка сбить с толку. Ну, да, лично моя версия, как бы, она чисто такая историческая. Она больше к другим, так сказать, делам имеет отношение. Вот. Смотрим штамп. Один наложен на другой. То есть, у нас вместо четырех таких вот капелек, получается три капельки. Вот мы считаем. Два, два и два. Это шесть. Смотрим дальше семерку. Два и один. Три и два. Пять и два. Семь. По-моему, понятно легко, да? Восьмерка. Два, один, два, один, два. Восемь. Девятка. Два, два, один, два, два. Девятка. И десятка. Два, один, два, два, один, два. Десятка. Я думаю, это легко. Смотрим. Значит, как запомнить. Опять-таки, на глаз. Опять-таки, может быть тяжело запомнить. Будет вот пику. Можно путать, допустим, с трефой. Но я постарался максимально качественно тут простую колоду найти в интернете. Значит, вот смотрим пика. Можно запомнить, что такие, как капельки. Трефа, это больше, как кружочки. Тут то же самое. Тут все то же самое. Начинаем с туза, чтобы понять, как... Два, один штамп. И дальше пошло валет, два. Дама, три, штампа. Король, четыре. И дальше, дальше, дальше. А шестерки. То же самое, если вот под заказ делают. Я видел в интернете фотографии, видео видел. Делают покерные колоды. Делают и с двойками, тройками, четверками, пятерками и так далее. 52 листа колода от двойки до туза, 52 листа. Даже как-то джокеров рисуют. Но вот я, к сожалению, это как-то сразу не сохранил. Там у тебя где-то, у меня там, допустим, какие-то интересные фото себе закидывают сразу на камп, да? Вот. Как-то уже сейчас умудряются даже джокеров рисовать. Это я не знаю. Но это я в покер просто не играю. Но мне не столь интересно. Вот то же самое. Дальше смотрим тут, значит, бубна. Немножко с бубной. Тоже надо... Каждый мастер, он делает немножко по-разному. Ну, вот тут вот бубна тоже. Она немножко по-другому расположена. То есть вот эта, которая штампа идет одинарной. Допустим, вот идет семерочка, да? Идет два. Потом один. Она развернута под 90 градусов. Ну, это так на глаз, чтобы было легче воспринимать. Ну, мне, по крайней мере, я вот так вот считаю. Вот. Два, допустим, один. Два, два. Ну, и так далее. Там восьмерка, девятка. Вот вы можете спокойно это все не спеша посмотреть. Вот. Бубна, я думаю, несложно запомнить. Это такие вот ромбики. Ну, кто в карты играет, бубну, я думаю, вообще сразу увидит. И последняя масть, это черва. Это тоже такие вот капельки. То же самое. Один штамп накладывается на второй. Вот это, значит, и там, допустим, если идет у нас, вот, допустим, карта десятка. Идет два, один, два. Потом промежуточек. Два, один, два. Вот у нас в 5,5 это десяточка. Вот. И вот так вот оно все идет. Ничего тут сложного нет. Иногда, в зависимости от квалификации мастера и каких-то, вот я просто в интернете много, когда про карты я очень много читаю, но я больше увлекаюсь играми вот такими вольными, как преферанс, там, кинг, белот, там, ну, разные виды преферанса. Опять-таки, там, начиная от Сочинка и заканчивая, там, Ленинградка, классика, там, вот такими вещами увлекаюсь. Вот. Немножко вот эта тюремная тема, это не мое, но, в принципе, значит, это все несложно запомнить. Тут вот рисуются дополнительные рамки, люди рисуют, чтобы было легче на глаз, допустим, определить, ну, вот, легко. Вот, я вот смотрел там на видео, на ютубе, допустим, профессионал человек, он вообще, чуть-чуть ему только, там, пятую часть карты, он видит вверх, и он уже сразу знает, что это. Ну, опять-таки, ну, это, понимаете, это немножко тут другое, это вот, я, когда учился в карты играть, я учился на обычной колоде атласа, и там, немножко другое, там, тоже, допустим, за долю секунды, там, запомнить, можно, там, тренируешься, запомнить за долю секунды, там, допустим, если тебе карту кто-то светанул из противников, там, там, две карты ты можешь запомнить, три, четыре, пять, у кого какая зрительная память, да. Там, я дошел, может, до карты, трех, четырех, дальше у меня не пошло. Вот. Вот такие вот дела. Рубашки бывают разные, рубашки, там, какие угодно в интернете, вот, можно найти, в зависимости, опять-таки, от квалификации мастеров, я вот в конце ролика тут дам, как бы, разные варианты тут, кто на что гораст, и обычные черные, и какие-то очень красивые люди, всяких там, скорпионов, там, бьют, всякие там, пауки, там, паутина, вся эта вот, символика, ну, это, опять-таки, кто что, в зависимости от квалификации художника, я бы даже так уже сказал, бы, не просто мастера, а художника, вот, вот, то, что я могу сказать. Все эти колоды, они сделаны по одному принципу. Для новичка единственное, что, когда я, мне было просто для себя интересно разобраться. Я играю в основном в интернете, поэтому мне это, как бы, на практике вряд ли когда-то понадобится, но мне было интересно разобраться, как это делается, как, как, вот, вообще, все это. Я, соответственно, когда начинал разбираться, я начинал смотреть первую карту на туза, чтобы понимать, какой же там, потому что могут быть там, ну, по-разному немножко вырезают мастера, вот, вот такие вот дела, и там уже дальше эти рамки, там, всякие красивые дела делают, вот. Вот, на этом, пожалуй, все.